Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. Я представляю компанию Дибгай Ременкуль. Сегодня хочу вам показать просторную квартиру, которая находится на высоком седьмом этаже. Вот в этом комплексе здесь у нас ведет капитальный ремонт фасадов здания. Давайте теперь пройдем в нашу квартиру. Посмотрим, достойна ли она нашего внимания. Мы вошли в квартиру. Дверь у нас в этом случае металлическая, хорошая. Кроме того, есть у нас еще и так называемый панджор-капе. Это для того, чтобы можно было проветривать. То есть в этом случае у нас две металлические двери. Вот такая вот хорошая прихожая зона нас встречает. Продается квартира без мебели, поэтому мы понимаем, что тут пространства достаточно для того, чтобы установить хороший добротный шкаф. Теперь давайте перейдем к комнатам. А начнем мы с вами с кухни. Можно сказать, что она отдельная. Ее хозяева соединили, конечно, с балконом, но территориально она выделяется. Кухонная зона в этом случае достаточно большая, около 10 квадратных метров. Кухонный гарнитур имеет столешню из мрамора. Настоящий мрамор. Конечно, фасады у нас в устаревшем дизайне. При желании его можно будет заменить, но можно попользоваться и в таком варианте, по крайней мере, первоначально. Кухонная зона у нас соединена с балконом. Сейчас я предлагаю переместиться туда. Балкон у нас около 12 квадратных метров. Как вы видите, просторный, большой. Есть у нас здесь мангал, но я так вижу, что хозяева им не пользуются. При желании пользоваться им, конечно же, можно. Что касается сторон света, балкон у нас смотрит на западную сторону. Сейчас вид на море у нас открыт, но впереди строится здание, и я подразумеваю, что останется небольшой частичный вид на море. Также у нас на этот балкон есть выход и из зала. Давайте теперь переместимся туда. Выйдя из кухни по пути в зал, у нас вот здесь же в зоне прихожей остается первый санузел. Это бывший а-ля турка. Сейчас он переделан. Современный унитаз там стоит и есть небольшой умывальник. Ну а теперь нас ждет зал. Вот такой большой просторный зал у нас имеется в этом случае. Его площадь, я думаю, что что-то около 27-28 квадратных метров. Здесь легко разместился полноценный комплект мягкой мебели, столовая зона, также есть комоды. Все это унесут, и вам для фантазии останется большое пространство. Окно в этом случае у нас на западной стороне, вот в этой зоне расширенной, и там в столовой зоне у нас выход на балкон, также на западной стороне. Выйдя из зала, мы попадаем в небольшой коридорчик, около двух с половиной квадратных метров он у нас. Здесь у нас вход в две спальни и в санузел. Санузел около 5-6 квадратных метров, достаточно большой, но он требует ремонта, это видно сразу. Теперь давайте будем рассматривать наши спальные комнаты. Первая спальная комната имеет окно на восточную сторону, она у нас около 16 квадратных метров, такая хорошая просторная спальная комната. Как вы видите, во всю стену здесь у нас расположен шифоньер, а хозяева сказали, что он у нас остается. Вторая спальная комната также имеет у нас восточную направленность. Здесь у нас отдельный балкон, он достаточно просторный, мы на него выйдем, посмотрим, какие виды открываются оттуда. Сама же комната тоже большая, такая же, как и предыдущая, около 16 квадратных метров, и здесь можно разместить любой комплект спального гарнитура. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели нашу квартиру. Она просторная, комнаты большие, можно сделать еще дополнительно, развить свою фантазию, какие-то переоборудовать, обустроить. Но можно заехать и в таком виде, каком она имеется, предлагается на сегодняшний день. Можно с удовольствием жить, наслаждаясь жизнью у Средиземного моря. Те, кто заинтересовался нашим сегодняшним предложением, обращайтесь к нам. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!